Доброго времени суток дорогие танкисты! Это будет очень интересное, простое и понятное видео о том, как выровнять процент побед и правильно научиться думать в игре World of Tanks во время боя. От вас, как обычно, требуется поставить лайк, написать комментарий, досмотреть видео до конца и таким образом вы поддержите меня максимально. Начинаем начинать и разговаривать мы будем про 2 вещи. Итак, первое для того, чтобы просто выровнять процент побед и научиться правильно думать, нужно разделить бой на три этапа. Это начальный разъезд, второе это последствия этого разъезда, ну и третий этап это конец, когда уже можно затащить именно бой и получить процент побед выше 50. В первых же двух этапах можно получать процент побед 50 и ниже. Итак, давайте на все будем смотреть очень просто. Какие у нас исходы боя могут быть и как на все это вообще смотреть? Если вы в голове представите себе, что две команды это два стада, все станет очень легким и в освоении. Смотрите, как нужно правильно думать. Одно стадо играет против другого стада, как бы это смешно не звучало, сейчас в 2020 году и в первой фазе, когда стадо разъезжается, что нам нужно посмотреть? Куда наше стадо едет? Если мы откололись от нашего стада, от союзников, то вражеское стадо может быстро нас задавить, при этом оно просто сделает это молниеносно быстро, не заметит нас и поедет дальше. А наше стадо потеряет в количестве. Это значит, что у вражеского стада будет преимущество, чтобы еще быстрее задавить наше стадо. Таким образом, мы уменьшаем шанс на победу нашего стада, поэтому в первой фазе мы не должны отделяться от нашего стада и мы не должны уменьшать наше количество стада путем своей смерти. При этом мы должны еще смотреть на карту, где во вражеском стаде кто-то откололся, чтобы по-тихому их устранять, наказывать, уменьшать вражеское стадо в количестве, чтобы их в итоге задавить. Как происходят бои в картохе? Два стада в начале боя разъезжаются, что вы в принципе на экране сейчас видите, потом идет вторая фаза, последствия этого разъезда и какие могут быть последствия. Если одно стадо очень сильно разделилось на кучки, а другое стадо нет, то то стадо, которое едет целиком в атаку, убивает эти маленькие кучки, получает еще больше преимущества и получается турбобой. Если два стада разъезжаются равномерно по карте, то происходит нормальный бой, если никто никуда лишний не откололся. Наша задача первоочередная, чтобы не просесть по проценту побед ниже 50, нужно не откалываться от своего стада, чтобы вражеская нас не задавила. Мы должны следовать за своим стадом и находить свои позиции прямо на ходу, научиться быть гибким. В позиции может быть союзник, любой поворот, любая кучка, мусора, рельеф и так далее. В этом бою на фоне вы видите, как наше стадо приехало в город, там никого не было, они просто стали и стояли. Вражеское стадо приехало в малый город на другой фланг и продавило наших отколовшихся от стада одиноких танкистов. При этом враги получили за счет этого колоссальное преимущество и получается турбобой. Я увидел заранее, что на фланге у нас мало союзников, а врагов должно быть очень много, потому что в большом городе никто не светится. Значит они либо на базе, либо на моем фланге, поэтому я разворачиваюсь и уезжаю. Потому что если я умираю, я уменьшаю свое стадо. Оно становится еще меньше, его еще легче задавить. Вражеское стадо получает преимущество. Я не должен откалываться и умирать. Это первоочередное, чем нужно заниматься большинству танкистов и думать об этом каждый бой. World of Tanks это командная игра, как бы это странно не звучало, но вся командность здесь заключается в понятии стада. И в этом бою я принимаю решение уехать назад и поскольку не успел доехать до своего стада, занимаю выгодную позицию, докуда успел доехать. И пытаюсь на себя вытягивать вражеское стадо, так чтобы союзное стадо меня прикрывало. Также еще очень выгодно продать максимально дорого свой танк и не сливаться с нулем просто так. Чем больше вы кусок оттяпаете, тем легче будет союзному стаду. Если вы занимаете где-то позицию отдельно от своего стада, то у вас должно быть укрытие от вражеского стада и прямые прострелы от союзного, чтобы когда враги на вас выезжают, союзники настреливали пока вы умираете. Либо вы должны быть рядом со своим стадом. Сейчас очень много турбо боев из-за того, что команда сама наращивает преимущество для врагов путем того, что они отделяются. Сейчас все спешат куда-то там играть и поэтому те, кто отделились, их быстро задавили, получили преимущество и из-за этого бой еще сильнее ускоряется. Потому что когда одно стадо теряет своих танкистов, оно уже не может сдержать жесткий натиск врагов. И этого достаточно будет, чтобы в нынешних реалиях держать 50% побед. Да, конечно, еще желательно адекватно стрелять, уметь хорошо контролировать свой танк позиционно, находить быстро прострелы по мини-карте и все будет хорошо. Но это все в нынешних реалиях, в турбо боях, как нужно себя вести и как правильно думать, в бою. Как же у людей получается процент побед выше 50, 60, 65 там и так далее. Есть те единичные бои, которые не турбо бои, где два стада разъехались равномерно, отстояли позиционочки, либо счет в итоге сравнялся, как сейчас на экране вы видите, и в конце остается маленькое количество танков. Вот это третья фаза, которую нужно дотащить. Это единственный этап в бою, где присутствует еще и скилл тактический, где вы можете пвп обманывать врагов и за счет своего ума и тактики дотащить бой до победы. Если вы такие бои будете дотаскивать до победных, тогда и будет у вас высокий процент побед. А все остальные бои вы должны научиться затаскивать еще на первых двух этапах. Поскольку игра сейчас стадная, нужно просто давать преимущество своему стаду и не уменьшать его количество путем своей смерти. Вот в принципе и все. С вами был Арчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok